привет сегодня расскажу вам о том как мне удалось забороть хроническую усталость и апатию а также вбить кол в прокрастинацию которая у меня является частым следствием тех самых усталости и апатии сейчас мне порой удается продуктивно работать до 18 часов в сутки оставляя на прочие дела в частности на сон сущие часы лучше конечно так все же не делать но пойдем по порядку сразу для скептиков и граждан с аллергией на рекламу да это ролик про приборы которые вы видите на экране да будет классно если вы купите такой приборчик по ссылке в описании но основной целью лично я вижу указать людям страдавшим какие от описанных симптомов на одну из возможных причин а следовательно и способов справиться с этой бедой а может вы большой или не очень менеджер и под вашим началом трудится коллектив который концу рабочего дня угасает как тюльпан посреди калахари или у вас ребенок вялый никак там не может с домашкой справиться вам эта информация тоже может оказаться полезной итак перед нами три устройства они отличаются на вид разбег цен неслабый но главная функция схожа мониторинг качество воздуха с упором на замер содержания углекислого газа есть отличие но о них позже пока вопрос зачем нам знать уровень этого co2 углекислого газа а затем что выражение я то что я ем отлично экстраполируется на воздух который мы дышим дышать это такая физиологическая потребность организма нам нужен кислород а после каждого акта отправления сей потребности происходит выдох в человеческих выхлопных газах процентное содержание кислорода уже намного меньше а вот углекислого газа там довольно много и этот углекислый газ имеет свойство накапливаться в помещениях а дышать воздухом с повышенным содержанием углекислого газа организму не очень нравится медленно но верно появляются симптомы кислородного голодания если в такое место зайти с улицы будет ощущаться духота спертость а вот когда сидишь например в офисе повышение уровня co2 можно просто не заметить наваливается усталость хочется спать категорически не хочется работать знаю по себе я с таким справляюсь либо волевым усилием либо никак не справляюсь и работа идет в долгий ящик то бишь к чертям угадайте какой вариант более заманчив раньше я недоумевал в чем же дело то ли это недомогание по поводу очередной простуды то ли не выспался то ли слопал слишком большой донер и теперь организм требует как говорится после сытного обеда по закону архимеда потом года четыре назад попалась мне на глаза статья на хабре где описывались прямо-таки мои симптомы из которой мне как персонажу повести трое в лодке не считая собаки стало очевидно что это как раз таки мой случай статье рассказывалось об углекислом газе о том как он мешает жить нам человеком и о необходимости и способах мониторинга и снижения его концентрации в помещениях с тех пор у меня форточка распахнулась и не закрывается ну без шуток стараюсь чтобы рабочее помещение постоянно проветривалась и в отличие от героя упомянутой повести оказалось что это действительно моё работать в проветриваемом помещении где углекислый газ не застаивается гораздо приятнее комфортнее лапы не ломит хвост не отваливается короче ляпота а эти вот девайсы упрощают задачу если вдруг окно или форточка закрыта циферки на экране поползут вверх а потом изумер требовательно пропищит мол душ на мне человече а ну отвори какую-нибудь щель циферки отображают концентрацию углекислого газа в воздухе в ппм то бишь миллионных долях общий принцип чем меньше число тем лучше оптимально поддерживать значение до восьми сотен ппм до 1200 пора бы задуматься если выше все плохо надо что-то менять в этой жизни или хотя бы в этом помещении больше 3000 ппм приборы не фиксируют это уже запредельная концентрация co2 при которой экранчик просто говорит хай то есть слишком много и пищит зуммер показания уровня co2 у обоих девайсов обычно крайне близкие температуры тоже более дорогой девайс умеет показывать относительную влажность в помещении более дешевый не умеет но вот у меня есть такой малыш за несколько долларов который тоже показывает влажность плюс температуру различия показаний с большим братцем небольшие а то их вообще нет так может лучше взять младшую модель детектора co2 и прилепить к ней на скотч такого малыша ну возможно а еще на большеньком хиленькая лапка подставка ну прям ломаться она вроде бы не собирается но хиленькая а у того что поменьше ломаться и отламываться тупо нечему козырь большого экрана на нем все показания отображаются одновременно зато на младшем можно отрегулировать уровни угрозы например чтобы желтый уровень начинался не с восьми сотен ппм а с 1000 а красный например с двух с половиной на старшем такой возможности нет можно только звук зуммера выключить или включить зато у него в комплекте сетевой адаптер питания порт кстати мини usb на младшем уже микро usb адаптера нет но серьезно в наше время еще остались граждане без адаптера на 5 вольт и 1 ампер собственно я этот адаптер даже из коробки не доставал оба девайса уже почти месяц перебиваются у меня питанием от пауэрбанка филе от ноутбука потребляют энергию они экономно младшая моделька работает день за днем присосавшись китайскому пауэрбанку на 6 7 ампер часов который к тому же не был изначально полностью заряжен вот уже дня 4 и полностью он так и не сел короче закрепить на борту элемент 18 650 и будет вполне себе портативный детектор co2 зарядом на несколько суток кстати раз уж зашла речь о портативности в свет выходит этот вот зверек атма тюб называется это вундервафля порожденная краудфандингом умеет определять концентрацию угарного и углекислого газов а также наличие в воздухе токсичных летучих органических веществ так это в брошюрке написано простым языком подключаем штуку к телефону ставим приложение и она мониторит качество окружающего воздуха и суммирует результаты замеров в некий условный показатель индекс качества воздуха если он равен нулю ты наверное уже умер если сотня здесь чистый воздух можно поселиться и жить еще отображаются температуры и влажность статистика ведется приложение на указанном уровне злокачественности воздуха может вывести уведомление мол хозяин пора валить угарный газ и вредные вещества отображаются в абсолютных единицах ppm только сверить показания и проверить мне не с чем углекислый газ ppm не отображается печалька и но производитель говорит что прибор можно использовать как эквивалентный сенсор уровня углекислого газа в местах где летучие органические вещества в основном продуцируются людьми в переводе на русский сенсор улавливает не co2 а какие-то другие газы выделяющиеся при дыхании и на основании этого в таких местах вырисовывается картина с качеством воздуха корпус у девайса легкосплавный с настоящим титановым покрытием в комплекте идет карабинчик чтобы подвесить штуковину на связку ключей или на рюкзак у меня она все время болтается на ключах батарейки хватает примерно на три дня и я несколько раз забывал ее зарядить порт зарядки usb type-c это не плюс и не минус но у меня сейчас телефон с micro usb и пару раз под рукой не было кабеля чтобы поставить гаджет на зарядку короче на мой взгляд это очень стильный девайс который стал бы отличным подарком зажиточного гражданина другому гражданину обеспокоенному проблемой качества воздуха в городах для тех же кому нужен рабочий инструмент для мониторинга концентрации co2 дома или в рабочем помещении а также например в качестве элементов систему автоматизированной вентиляции гляньте на рассмотренные выше модельки ссылки на все рассмотренные девайсы будут в описании там же и промо код на 10 процентную скидку для тех кого тема заинтересовала в описании будут ссылки на упомянутую в начале статью на хабра хабре и на другие статьи с местами очень подробными тестами рассмотренных девайсов незнакомым с хабром рекомендую во всех статьях особенно в первой заглянуть в комментарии там интересно продуктивной вам работы и учебы кому-то наверное продуктивного безделья а на сегодня все салют